Итак, доброго времени суток всем людям, которые интересуются выращиванием футбол, продолжим нашу публикацию. Остановились мы на выращивании. На выращивании трюфелей. К сожалению, возможно, тех людей, которые ожидали увидеть более подробную информацию, полезную информацию относительно выращивания трюфелей или боровиков, и, к сожалению, они натыкаются снова в интернете на более, я бы сказал, юмористическое, скорее всего, публикации. Но скажу искренне, что по-другому отнестись к тому материалу, который предлагает людям заниматься выращиванием таких грибов, относиться по-другому просто невозможно. На то есть вот те причины, которые озвучены раньше. Смотрите внимательно, делайте свои определенные выводы и решайте для себя, чем именно вам заниматься относительно выращивания грибов. Ну, продолжаем нашу публикацию. Проверил Юрий Гагарин. Поехали. Включаем наше пианино. И продолжаем относительно трюфелей. Следующая публикация, наверное, придется объединить, так по-быстрому сжать в одну, потому что дальше идет тема выращивания на плантации в котловане, выращивания на древесине и чурках, поленях и бревнах. Вот в следующем материале выращивания на чурках, поленях и бревнах, здесь можно более определенно и более достоверно получить урожай грибов, определенный грибов, который можно вырастить на чурках, поленях и бревнах. А относительно выращивания механизма грибов, там все сказано. Продолжим анализировать те материалы, которые есть в интернете. И закончим относительно выращивания в лунках. Закончу уже то, что в предыдущей публикации было не до конца озвучено. Труфель предпочитает лиственные породы деревьев, береза, орех, тополь, дуб, липа, ива. И первый урожай труфеля можно ожидать не ранее, чем через 2-3 года. Ну вот так. Садитесь и ожидайте. И садитесь рядом и ожидайте. Значит, выращивание на плантации в котловане. В котловане предлагается выращивать следующие грибы. Такие как веселка, кольцевик, дождевики, гигантский, грушевидный, шиповатый, подосиновик красный, сморчки, высокий, конички и полусвободный. Подосиновик красный. Опять же таки, это строго такой микоризный гриб. Предпочитает он больше тополя или березы. И связан четко с корневой системой этих деревьев. Попытки выращивать его, я думаю, в большинстве случаев будут все-таки безуспешными. И в меньшинстве случаев они будут тоже безуспешными. Относительно выращивания что-то там в котловане. Сейчас я попробую еще раз пересмотреть, ну, подбирать там, опять-таки пробую читать то, что здесь написано. Это набор фраз, которые имеют какую-то смысловую связь в словах, но не имеют ничего общего с реальностью. И останавливаться на этих моментах я даже уже не буду, это еще раз пересказан предыдущие главы, относительно выращивания в котловане. Относительно выращивания в котловане есть вид грибов, которые можно вырастить в котловане. Этими грибами являются вешенка обыкновенная. Есть множество штаммов этой вешенки. И, соотносительно с котлованом, в этом смысл будет такой. Для тех людей, которые выращивали вешенку в субстрате, то есть изготовляли грибные блоки, я им даю один полезный совет. Потенциал этих блоков очень длительный. Можно долго получать положительный результат и выращивать грибы из этих блоков, если узнать определенные правила и каждый этап работы с этим материалом. Первый этап это выращивание их в помещении. Если сделаны вот эти блоки, снимается определенное количество волн. После каждой волны этот блок все будет уменьшаться в размерах и, соответственно, терять влажность, относительно той влажности, которая была при изначальном посеве. Значит, я рекомендую людям делать такой контроль влажности в этом блоке. Если вы делаете блок изначальную влажность этого блока, то есть его нужно просто-напросто взвесить. Изготовленный блок взвешивается от той массы, которая у него есть изначально. Это, например, будет 10 или 12 килограмм, или это блоки меньшего объема, 8-5 килограмм. Проходит определенное количество волн. Если взвесить его, например, через 3 месяца, этот блок уже будет весить, ну, будем говорить так, вот стандартный 10-килограммовый блок. Через 3 месяца он будет весить 5 килограмм. В процессе производства плодовых тел будет испаряться из него влага и доходит до какой-то критической уже количества этой влажности, которая уже не будет позволять образовывать плодовые тела. Значит, поступите следующим образом. Возьмите вот этот блок, просто как губку какой-то емкости с чистой водой. Его нужно отжать несколько раз. При этом проходит промывка этого субстрата. Из него удаляются ингибиторы роста, то есть те вещества, которые образовались в нем в процессе жизнедеятельности мицелия. Они будут выключать возможность образования новых плодовых тел. Значит, этот субстрат нужно промыть. В процессе промывки таким образом происходит удаление этих ингибиторов. Удаляется углекислота из этого блока, попадает влага внутрь. И в дальнейшем этот блок выставляется в то же помещение. Вода из него самостоятельно вытекает, испаряется. И можно ожидать следующие этапы плодоношения на этом блоке. И вот в дальнейшем, если уже реально в помещении этот блок перестает плодоносить, это еще не означает, что на этом закончилась вся его судьба или полезность. В дальнейшем этот блок лучше всего разместить где-то на улице. Если это у вас осень и наступила зима, просто вынести ее на улицу, проверено на собственном опыте, что даже блок, который будет всю зиму находиться на улице, промерзать до любой температуры, минус 25 градусов, он остается мицели внутри живым. С наступлением весны, с наступлением соответствующей погоды, он может начать плодоносить просто у вас на улице. Если это наступило весной, наступила жаркая пора, лето, июнь, июль, блок просто высох, можно продолжить его жизнь вот уже в котловане. Для этого приблизительно по объему этого блока готовится котлован, или разделяется этот блок на части, помещается в выкопанную, соответственно, по его размеру, какую-то площадку, место, тенис там в каком-то месте в саду, под деревом, вносится просто в брунт и поставляется таким образом. Не нужно его там особо доувлажнять, поливать, следить за ним и так дальше. Нужно следить только, когда наступает влажная погода, когда идут дожди, наблюдайте за тем, есть ли там грибы. Возможно, если их не будет в августе или сентябре, то обязательно в следующий там, в октябре и ноябре, обязательно в этом месте будут произрастать грибы. При этом сама вешенка, она является таким сопрофитом, что она и ее мицели может находиться в грунте, ожидая своих благоприятных условий. Еще можно в таком случае сделать один прекрасный такой способ. Если бы в этот котлован был вкопан остатки грибных блоков, на это место можно поставить свежесрезанные пни. Просто сверху. Мицели распространяясь в грунте, распространяясь в этот пенек, в дальнейшем может дать рост на этом пне, оставив некоторые плодовые тела просто в природе, не убирая их с пня. В дальнейшем они могут самостоятельно сделать посев на территории и на старых пнях, которые остались от предварительных срезов, можно ожидать появления урожая вешенки таким вот своим природным способом без особых каких-то других манипуляций. Такие способы есть оправданы и такие способы есть более-менее гарантированы, что поступая таким вот образом, можно ожидать какой-то результат. Вот и все. И другие какие-то варианты относительно посадок в котловании или еще чем в каком-то там варианте, больше здесь добавить нечего. Возможно, эта информация не совсем обнадежила вас в плане выращивания трюфелей или боровиков, но с другой стороны она вас нацелила на более правильную и практичную деятельность, чтобы не тратить время попусту и не ожидать с моря погоду. Можно сделать более полезные какие-то действия, которые принесут вам какой-то результат. На этом подведем итог вот такого выращивания в природе экстенсивным способом. Ну и естественно, понимаете, все эти действия, они будут иметь более-менее какой-то смысл, если у вас исходным материалом является живой мицелий. Если же у вас исходным материалом для посадки является плесень в пакетике, ожидать от этого какого-то результата, по меньшей мере просто-напросто на минуту.